Еще на Кубе я занялся дайвингом. Приехал на Кипр и думал, что здесь ничего интересного быть не может. Но оказывается, здесь есть очень крутое место. Это корабль Зенобия. Входит в десятку самых интересных подводных занавших объектов в мире. Первое погружение тоже будет достаточно интересно. Погружаться будем прямо здесь, на этом красивом пляже, и поплывем в сторону вот того корабля. И я думаю, что это будет тоже достаточно интересно, и будет что посмотреть. Я надеюсь, что видеосъемка, конечно, будет какая-то под водой, что-то получится все-таки заснять, потому что под водой все равно это гораздо красивее, чем рассказывать это своими словами, лучше показать, насколько там здорово. Так выглядит костюм дайвера. Он всегда с молнией, но всегда секрет. Молния может быть спереди дайвера или сзади дайвера. У меня костюм с передней молнией, то есть я одеваю его как привычно мне, а не как девочка платье одевает и сзади, а потом затягивает себе все. Выглядит, конечно, максимально асексуально. Маленький шаг для человека, большой шаг для женщины. Первый дайв закончился. К сожалению, было что посмотреть и что поснимать, но у моего инструктора не было с собой ничего, чтобы можно было заснять. Получилось очень круто возле того корабля, который вы видели. Действительно интересно вообще, когда ты плаваешь под водой и видишь какие-то объекты, которые с поверхности земли находятся под водой. Это всегда очень сильно интересно, завораживает. Завораживает больше, чем какие-то кораллы, меня даже больше, чем какие-то рыбки периодически. То есть, это всегда интересно наблюдать за этим всем. Тем более, что рыбки, как правило, собираются возле этих затонувших объектов, и это здорово. А сейчас мы будем погружаться в другом месте. Здесь нам обещают гроты, через которые мы будем проплывать, заплывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова